Ну и зачем ты его на тысячу притягиваешь? Знаешь, у нас в лесной школе был мальчик по фамилии Ракуапорт Аэропорт на колесиках приехал. Он был отличник, но что-то не понимал. И из-за этого типа он угодил в лесную школу в Шаховском районе и стал выздоравливать. А еще у него был этот гад, это могучий, который он сказал, что он нажимал на кнопочки, чтобы оно не слышало. Однажды я попросила его поддержать Томогоча, он мне дав, а я поскорее бросила на пол и топтала ботинком, пока не растоптала. Ведь Томогоча не лает, не мочит хвостом, ему не больно. А и он стал опять страшно дергаться лицом и чуть-чуть отхочурился, а мою бедную маму не подлепли в школе, а за ней отечественным домом. И сказали уже, что ваша девочка очень дурная за твой бысть, а просто не дала убивать девочке на собаку. Почему бы эта девочка на собаку ничего никому за это не будет? Ну так не он же убивал, не Робокорджа этот собаку твою убил. Тут уже неинтересно, у тебя когда-нибудь было это сильное чувство нервности, от которой живот болит? Нет, наверное, нет. Я решила, что в День города обязательно заеду на пыльшу самого высокого дома и буду стрелять по праздничной толпе. Стрелять? Да ты его и в руках дыхать нормально не сможешь. Не могу. Я сильная, я тренировалась. Я никогда не плачу и не сплю. И по ночам я думаю, я датвей. Дура. Ты что не сможешь нормально пострелять? Вызовутся на их бронки осеними. Снайпер-ухадор, снайпер-билон, картошку твою сажать. Помешины. Уходи. Халю на столе. Совсем того. Партия какая будет записалась, чтобы убивать кто нерусский. Нет, главное, сама нерусская, ну она тотальная, на половине. А всех нерусских убивали, говорю. Какая разница, русский, нерусский. И я говорю. Всех надо убивать, что шапки собак делают. Нет, неправильно все это. Учебные, наверное, ошиблись. Не мог мир так существовать, не может мир так существовать, вне в таком. Но он же не спрашивает, существовать или не существовать. Существует и все. Мир существует, потому что хороших людей больше, чем против. Ты лучше не стреляй. Наверняка антихороших попадешь. Так всегда бывает. Никаких хороших нет, не бывает совсем. Их уже опять застрелили в ошибке, перепутав с плохими. Или они умерли от слез и от горя. Или их перепуснули от таблеток. Я должна стрелять, иначе я умеру от ненависти. Нет. Неужели ты не понимаешь, моя собака была рыжая? Мы с ней вместе были рыжие. Вдвоем. Она и я. А я не знаю, что это такое. Бутерли мы вдвоем, в одиночку. Так пусть же они скажут. Пусть они скажут. За что они его пили? Что она им сделала? Да я с врачом жирную пузу, в которой пулькает колбаса и пиво. Пусть ответят. Ну все, уходи. Иди к лодочнице в город в парк. Я с ней дружу. Присмотри за ней. А еще у них там дерево. Самый старый вяз. И вдавай мой длинный привет. Только норише, что с вами было. Начало горчиться. А деревья вредные пустились. И все. Уйдите. Я один не уйду. Хочешь, ну, с крыши меня сброси. С чего-то вы хорошие, с правильной такой. Почему? Никакой я не хороший. Мне вот однажды принесли сумку, а у нее с изнанки маркером написано. В случае несчастья, прошу извести. И мой номер, понимаешь? Мой. Значит, где-то был человек, которому я был нужен. Нужен. Который не сдался во мне. А я до сих пор не знаю, кто он. И не смог ему ничем помочь. Может, это паршивка? Уходи. Там же лошади. Лошади внизу. Я буду осторожно стрелять. Только что по людям. Ты же все равно не сможешь нормально стрелять. Могу. Слушай, неправильно все это. Поехали лучше в Бажалову, а? Куда? Б Бажалову. Это не здесь. Это далеко. Там есть дом моей прабабушки. А на чердаке смешные давнишние вещи и журналы. В Бажалову очень много собак, которых никто не убил. Которые никуда не деваются, а просто живут. Их все порни. Очень такие собаки. Они пестрые. Рыжий-белый-серый пеги. Местная порода. Когда щенки рождаются, и даже другие поселки забирают. А Бажаловские местные щенки. Это уголбочники Вожнецких. Нихо хрое мухое. Когда я был маленький, я собирал несколько щенков вместе и дышал ими. Они пахли каким-то костром, диплом. И просто какой-то смешной собачателем. Так как тебе не стыдно? Чего? Быть таким добрым. Сразу видно, у тебя такое лицо. Сразу видно, что ты добрый. А то он будет вредно. А то он будет опасно для жизни. Слушай, дай-ка я подрессую тебе брови, чтобы не было сразу заметно, что ты добрый. Подрессуешь и все. И уложишь. Ты такой горячий. А ты просто ледяная. Ты я тут давно махнула, чтобы у меня даже волосы залезли. Как пахнет. Травой какой-то рекой. Это шахтудно, наверное. Нет, это твои волосы. Чем-то рыжим запахло. Точно, это рыжий запах. Слушай, поехали лучше отсюда. Поехали, поехали по пожалованию. Там хорошо. Там знаешь как? Трава чистая, чистая. Можно ходить сколько хочешь и не поранишься. Люди нормальные. На округах на гуцид. А батюшка местный, ну, Кристофор Килипич, разъезжает на трофейный мобиль 40-го года. Еще там есть речка, пятка. В ней можно купаться сколько угодно. В ней не будет ни ожога, ни зараза. Вот что такое обожалование. Да, обожалование. Обожалование самое лучшее, что есть на свете. Нет, самое лучшее, что есть на свете, это ты. Я? Нет, ты. Ты. Нет, это ты. Нет, это ты. И так поехал по трассе внешне. Пузыри насыпаются. Деньги ужасные. Пришлось даже дальний свет включить. Ну, еду, и еду. Тут лежу на очереди двое. Он и она голосуют. Принялись друг к другу. Он старается выкрыть себя дождя своей курткой. Вот так сверкнул в темноте и пропал. А я проехал мимо. Потом, чувствуя себя большим другом молодежи, я развернулся через двору за пошло и погнал к ним сгореть. Мне так хотелось открыть им дверь, чтобы мой прокуренный салон, в торте шума и запах дождя, чем-то помочь им объяснить, отвезти, куда скажут. А их уже не было. И я никогда не знаю, куда они ехали в такую погоду. Да и что с ними случилось? Недавно нашел жевачку в холодильнике. Запах детства. Когда я был маленьким, я часто летом ездил на дачу. И там я влюбился в девочках. Да не в девочках, в самом настоящем девчонке. Она была рыжей, морковь лежит, как ее воображала. Она любила завязать на дерево и читала там книжки. А я снялась внизу и смотрел на нее. Она мне не спрашивала. Эй, а ты что больше рыбишь? Семь или восемь? Ноябрь или февраль? Небо или моря? А я ей отвечал. Тебя. Когда она впускалась в дерево и мышки в лес, она смеялась, мы рассказывали друг другу стихи, и все она там смеяется. Мне так хотелось оказаться с ней где-нибудь там, где никто смеяться не будет. Игорь Владимирович? Игорь Владимирович? Игорь Дмитриевич? Игорь Дмитриевич? Игорь Дмитриевич? Игорь Владимирович? Игорь Владимирович? Игорь Владимирович? Ну сколько уже можно повторять? Ну вот же я. Со мной тогда ничего не случилось. Супку я потеряла. Недоразумение. А из института я ушла. Ну не хочу больше я мосты строить. Просто мне нравится. А я по-месте. Игорь Владимирович? Игорь Владимирович, я поздравляю вас с вашим мостом. Вы вообще такой молодец. Я желаю вам всего самого наилучшего. Ну а то, что я вам раньше письма писала, это вы, извините меня, пожалуйста. Правда, ну, глупости все это. Аня, знаете, ваши письма для меня это самое светлое в моей жизни. Возможно, я только недавно света родился, чтобы ваши письма прочесть. Кто у вас тут? Какой гость? Какой-то молодой человек, веселый, ясный, без прошлого. Слава Богу. Хотите ее кормить? Несколько. Значит, я буду строить мосты, выплавать по делу. А то мы бы решили. Ну как она? Ну? Это хорошо. Все пройдет. Постепенно. Я не сам вылечу, ей нужно дышать быстрыми щенками, я знаю. Капива, одувальщики, ему обещаются. В детстве у меня был в новом Минце, совершенно рыжий. Все гибарь собирал, и больше спасал. Приходил, что ли? Приходил. Один. Один очень хороший человек. Он ничего не виноват, просто очень устал. Как-то до дно устроил, плохо. Он у меня отец, работает столько, уже даже спать научился. По ночам ходит, курит, без камень каких-то шуршек. Может быть, я там холодно сидел. Хорошо, если так. Митя ездил в поле, собирает травы. Я сидел на багажнике, обняв его, и принял щекой к его спине, и слушал, как без его сердца. В поле был ветер, и коричневая дорога бежала на следующее. Дома мне всегда стала хорошим по ночам, и все над нами смеялись. А мне все хотелось убежать с ним куда-нибудь, где никто смеяться не будет. Где ты теперь, рыжий митя? Как тебя зовут? Егор. Егор? Так ничего, что я не знаю. Знаешь, Егор, ты главное в ходе, что запомнишь. Если ты кого-то полюбишь прямо очень-очень сильно, то ты не грусти. Он обязательно вернется к тебе уже совсем скоро, когда уже не нужно будет. И ты будешь смотреть в эти глаза, которые выйдут для тебя, когда-то станут красивыми и ненатрятными. И видеть, какие они смешные. И ничего. Ничего не чувствую. От этого очень любят жить на свете. Ну, но ведь все равно жить на свете здорово. Конечно, здорово. Пойдем. Чем он борется? Отлично. Честно. Я тоже слышу. Давай бесить. Нет, давай. Образайся. Да. Давай крестик покажем. А я... Ах, дом зачем? Крыша будет черепичная, задол, лестница. И в этот дом смогут приведеть все. Все, просто надо. Кто из дома сбежал. И я буду все в этом доме и ждать. Я уже все точно знаю про этот дом. Я не боюсь в море. Я буду строить дом, и обманываю очень. Бобожалову. И там, бобожалову, я буду давайте тебе купаться на речку. И объяснять математику. А если не захочет, то просто сидит и химиш. Бобожалову. Пошли в сосисничку. Да. Сосисничку. Там что? Сосиски? Нет. Там сортепики. Да. Вот такие. И пиво. Пиво. Приглашаю. Возьмите. Эй, девочки, ай, девочки, скажи, ты что больше любишь? Семь или осень? Нет, или море? Бобожалову. Даже никто смеяться не будет. А даже если будут, ну и осень. А я буду, иди в рай. Люди всегда смеются на техниках, кто любит. Да, а почему? Не знаю. Не может, просто отвратить. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...